Всем привет! В этом видео мы покажем две техники нанесения караеда крестообразными и круговыми движениями, а также красиво залиссируем и раскрасим их. Сегодня у нас караед самый интересный, который хотим показать. Интересен тем, что фракция мелкая 0,5-1,2 мм. По факту где-то миллиметр получается. Попарационально могу руку положить, чтобы понятно было, какого они размера. На что мы обратили внимание, что производитель почему-то не добавился до белого пигмента. То есть с одной стороны это плюс, с другой стороны минус. Плюс это то, что можно колеровать в любую темную, то есть использовать как темную базу, из него можно сделать любой темный цвет. А минус это то, что при высыхании получается вот такая бяка, и в неколерованном варианте, ничем не крашеный, его использовать нельзя. Потому что будут пятна, видите, просветы, подложки, либо грунтовку колеровать тогда в цвет, чтобы они совпадали четко. Это вот то, что вы видите, это базовый цвет. Но если стена где-то неровная, то есть любые бугорки у нас превращаются вот в такие светлые проплешины, потому что он просто не белый, а основание у нас белое. Но нам это все равно, потому что мы будем его декорировать, красить. Поэтому нам вполне подходит такое. Основным плюсом его является то, что он с силиконовыми добавками, силиконизированный, и обладает повышенной эластичностью. Еще материал был очень густой, и при нанесении прям, ну, сыпался со стены, поэтому мы добавили процентов, ну, 5 воды где-то так в него. Сильно много не надо, потому что уж совсем жидким становится. Перед нами образец, вернее, заготовка под образец. Это кусок арголита. На нем уже нанесена пропиточная и кварцевая грунтовка. Грунт, который применяли, праймер декуарсо. Образец делим пополам. На две половинки будем наносить караэт в двух вариациях. Я, как всегда, наношу слой. Слой лучше делать больше, то есть, не делать его прям совсем на этом. Лучше лишнюю потом убрать. Рисунок получается почетнее. Перед нами вот такая серая гладилка, округлая. Сейчас покажу. У нее немножко выпуклое основание, и очень удобно работать, она не цепляет краями. И особенно, если неровные стены, есть какие-то бугорки, что на данном объекте у нас было, и она очень удобна. Начинаем формирование рисунка. Рисунок у нас крест-накрест. То есть вертикаль, горизонталь. Поэтому и движение соответствует. Тут без разницы, как мы будем делать. Одно движение вверх-вниз, потом по горизонтали. Или мы сначала делаем вертикально, а потом делаем горизонталь. Без разницы. Главное, чтобы рисунок на очередь. Соответственно, делаем такие движения. И мы видим, что много материала, его просто автоматически удаляем шпателем. Срежки сразу просто убираем. То есть они убираются до тех пор, пока материал лишний. То есть поверхности шпателем его убирать не надо. Убирается он только с кельмы. Потому что здесь очень тонкая грань. Если мы сейчас лишнее здесь снимем, тогда у нас рисунок будет недостаточно затертый. И вот так потихоньку делая некоторые движения, мы убираем. На самом деле образец делается относительно долго. Но на стене все происходит гораздо быстрее. Вот теперь мы начинаем делать горизонтальные. То есть потёрли вертикально, потёрли горизонтально. Вертикально горизонтально. И так, как чуть-чуть, стирая всё лишнее. Вот пока материал останется, излишки просто наполнителя вот этого заполнения. И они просто убираются с кельма. Так, вот трем, трем, пока. Вот такой образец, на мой взгляд, суперский получился. Сейчас мы его оставим сохнуть. А рядом сделаем круговыми движениями. И, соответственно, по-разному их залиссируем. В лиссирующий состав перловерничи. Аргента. Мы добавили на глаз золотые и серебряные блёстки. Помимо того, что состав сам перламутровый, блёстки придадут дополнительный эффект. А ещё мы добавили процентов 20 воды. Короек полностью высох. После высыхания мы хотим покрыть его перламутром. И хочу сказать по опыту, что перламутр в такую поверхность сильно впитывается и практически не проявляется, если сразу им крыть. Поэтому предварительно мы пропитаем его и забьём вот эти вот микродырочки, микропоры защитным лаком флюрдека. Для грунтования мы выбрали прозрачную основу флюрдека. И не забываем прошкурить поверхность. Она тогда более приятная на ощупь, более гладкая. И последующие этапы производить легче и более эстетично выглядит. Не забываем как следует перемешать лак. Покрываем лаком. Акриловые лаки имеют свойство выглядеть в белом свете, пока они мокрые, а после высыхания он становится абсолютно прозрачным. Дырочки все заполнены, все равномерно раскатано. Оставляем образец сушить. Продолжаем мучить наш образец. Наносим полученный состав. Наносить уже будем кистью. И на большой поверхности тоже следует добавить кистью, потому что лучше получается. Забивается именно так, как нужно. Лак у нас попадает именно в дырочки и снимается с макушек. Оставляем сушиться вот в таком виде. Вот, собственно, что мы имеем в виду. Наш лак высох. Вот что получается. Можно было и так оставить, и цвет хороший, и очень интересно смотрится. Для следующего этапа нам нужна хорошая, обморящаяся водоэмульсионная краска бежевого цвета. Раскатывать ее будем поролоновым валиком. Раскатываю на крышке, чтобы валик хорошо пропитался. Вот таким образом. И буду без нажима окрашивать образец. И вот образец мы покрыли краской второй раз. Появился больший контраст. И краска уже так не просвечивается. Как видно, скотч отрывается хорошо и ровно. Вторую часть образца мы наносим рисунок круговыми движениями. Вот что получилось. Шкурим образец наждачной бумагой. Можно довольно крупной. Эту смесь мы нанесем кистью на образец. Видно, как перламутр, как блески играют на поверхности. Слой можно не жалеть. И главное заполнить все дырочки. Перед нами пробник шелкового покрытия Mania торговой марки Regini. Вот так он выглядит. Добавим в него воду, чтобы он катался валиком. Шелк очень хорошо смотрится в темном свете. Поэтому попробуем сделать темно-синий цвет. Ох, какой хороший цвет получился. Далее мы берем какое-то количество шелка и раскатываем на пластиковые крышки. Наша задача этот шелк нанести на королев только лишь по макушкам, не тронув рисунок. А теперь самое интересное. Попробуем хрустить шелк в пластиковые гладинки. Пытаемся его закручивать. При этом освещение хорошо видно. Мы еще раз добавляем там, где не закрутилось, на первой металле, шелк. Тем же валиком. И не будем его крутить до конца. Вот что мы имеем в конечном итоге. И шелк, и королев. Вот такая вот красивая картинка. Образец уже полностью сухой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...